Доброе утро, мальчики и девочки! Привет, ребята! Ой, Серёжа, смотри, тут какое-то письмо. Ты его читал? Каркуша, это не письмо, это срочная телеграмма. Прислали из волшебного леса. Так, ждите, скоро будем. Нужна помощь цветочной феи. Ты что-нибудь понимаешь? Конечно, Каркуша, я уже всё разузнал. Две мои милые знакомые не справляются со своими волшебными обязанностями и просят им помочь. И как? Навести в лесу порядок или смастерить волшебную палочку? Да, смастерить, но только не палочку, а ещё одну феечку, красавицу-подружку. И всё, что я вижу на столе, ты приготовил для работы? Да, с лесными подружками я знаком уже давно, и поэтому знаю наверняка, что делать. Ещё вчера всё обдумал и даже нашёл то, что нужно в нашей мастерской. Вот из такого цветного контейнера для яиц я вырезал небольшую деталь. Вот она. Приготовил одну большую и две маленькие бусины, флористическую проволоку, деревянную шпажку, два цветочка, один белый, другой зелёный, маникюрные ножницы, чёрные и красные маркеры, и от жёлтого пенопластового шарика отрезал половинку. Да, работа предстоит долгая. Давай начинать. Сейчас, сейчас, Каркуша. Здравствуйте! Ребята, начинаем работу. Первым делом на большой бусине нарисуем глаза, носик и улыбку. Глазки будут чёрными. Носик будет красным. И вот здесь нарисую улыбку. Готово! Обратите внимание, ребята, отверстие у бусины должно оказаться внизу и вверху. Не волнуйтесь, Серёжа у нас в мастерской так много поделок сделал. У нас и сеи были, и русалки с роботами, и даже летающие тарелки. Серёжа, не спеши. Феечка должна быть красивой. Я стараюсь, Каркуша. По-моему, получилось неплохо. Нам понравилось. Значит, продолжаем. Сверху бусины приклеим белый цветок. Для этого воспользуемся горячим клеем. Наношу клей и приклеиваю цветочек. Вот так вот. Так, Серёжа, ну, феечек на голове есть ещё и жёлтая серединка. Верно. Я тоже её приготовил. Вот она. Также капаю горячий клей и приклеиваю жёлтую серединку. Так. Очень красиво у нас получается. Голова готова. Что дальше? Сейчас сделаем руки. Берём флористическую проволоку и к концам приклеиваем маленькие бусины. Немножечко горячего клея. И фиксируем. Готово. Вновь беру горячий клей, который у нас всегда под рукой. И точно так же фиксирую вторую бусину. Вот. Готово. Серёжа, давай поторопимся. Феечки уже заждались. Поспешишь, людей насмешишь, Каркуша. Сейчас мы будем вставлять шпажку вот в эту основную деталь. Так. Протыкаем. Готово. Красивое получилось. У феечки платье. Да, Каркуша, мне тоже нравится. Теперь сверху нанизываем зелёный цветок. Это воротник. Так. Сделал отверстие. Сделал отверстие. Ага. Нанизываю вот сюда, в самый низ. Так. Серёжа, а как же голова? Сейчас, сейчас. Только капну немного горячего клея в отверстие бусины. И оп. Серёжа, а руки? Сейчас мы их сделаем. Оборачиваем вокруг шпажки. Вот так вот. фиксируем. Руки готовы. Всё проверю. Вот. Знакомьтесь. Праздник сегодня в цветочном лесу. Феям подарок с утра принесу. Сладкий нектар и варенье из роз. Плащ из тумана и серьги с берёз. Каркуша, сегодня у феечек действительно будет праздник. И мы с тобой приглашены. Как? Уже сегодня? Так мне срочно домой надо. Я же должна переодеться к празднику, сделать прическу. Серёжа, и тебе тоже надо принарядиться. Да? Думаешь? Конечно. Ну ладно. Ребята, а вы не пропускайте наши новые выпуски. Будет ещё много интересного. Увидимся в мастерской. Феечки, обязательно будем с Каркушей на вашем празднике. Так что не волнуйтесь. Улетели. Серёжа, а ты адрес у них узнал? Не переживай, Каркуша, я прекрасно знаю дорогу. Ой, ну хорошо. А то я испугалась.